Descenders Velo Downhill игра, вроде так правильно это определяется, игра где мы будем собственно на велобайках кататься по процедурно генерируем трассам или вообще во фрирайде, что-то типа Тони Хоука, ну так во всяком случае говорят те игроки, которые в этом разбираются и в этом вообще не смыслю, но тем не менее у игры отзывы отличные, она только что вот вышла из раннего доступа, до этого там успешно долго достаточно пробыла, тоже собирая хорошие отзывы и теперь даже релизнулась до версии с мультиплеером. Мультиплеер здесь как-то странно работает, то есть игроки вроде как могут присоединиться в любой момент, в общем в этом сейчас мы разбираться не будем, попробуем наверное просто несколько заездов устроить, немножко опробовать фрирайд, посмотрим вообще что здесь будет, я уже попытался покататься, естественно у меня это плохо получилось, потому что в этом ничего не смыслю игра, не то чтобы симуляторная, не то чтобы аркадная, сочетает в себе элементы и аркада и симулятора, многие ее называют диртом в мире собственно велобайков, да, и что-то в этом роде. При этом выглядит она так довольно таки индюшно, но в этом нет ничего плохого, попробуем сейчас пройти заново обучение, то есть я его еще даже не пробовал, игра сразу когда заходишь в нее предлагает его пройти, я нажал escape и соответственно вышел из него и потом немножко во фрирайде что-то попытался сделать, ничего у меня естественно толком не получилось, поэтому обучение мне сейчас очень даже пригодится, давайте приступать. Добро пожаловать в деревню, я кстати ощутил сразу деревенский настрой, хотя музычка такая, ну хотя может быть колхозная, но не слишком, добро пожаловать в деревню, оттачивайте свои умения на доступных трассах для практики, хорошо, основы, давайте для начала выучим основы, вот что мне нужно, попробуем добраться до финиша с первого раза, это будет сложно я уверен. Поехали, управление кстати можно менять, я читал в отзывах страшные сообщения о том, что менять управление здесь нельзя, что вообще оно какое-то неудобное по умолчанию, однако не все так плохо оказалось, можно подстроить под себя управление, в гоночных играх часто, часто разработчики выбирают очень необычные схемы и здесь это как раз очень так пригодилось, сейчас я так понимаю мы без трюков пока что обойдемся, естественно игра это в первую очередь про трюки, про прыжки, на велосипедах, да, на байках, велобайках именно, наверное правильно так определять, я не то чтобы любитель спорта этого вообще, поэтому и наверное можно сказать, что здесь, скажем так, не очень демонстрирую какие-то выдающиеся достижения и не буду их демонстрировать, я не выполнил кстати достижения, достигнути скорость 40, наверное сейчас вот попробуем это сделать, игра просила меня научиться тормозить и я собственно это выполнял, все, достиг этой скорости и теперь можем спокойно заезжать до финиша аккуратно, падение здесь чисты, это действительно не то чтобы прямо такая полная аркада, я во время фрирайда просто таки падал каждые 10 секунд, но мы еще собственно это переживем, здесь пока что просто уж слишком такая заготовлена простая трасса для нас, без каких-то кочек и так далее. Я финишировал первым, но это было несложно, учитывая, что у меня не было никаких соперников, будут ли здесь вообще гонки с другими противниками, вот это я даже не знаю, хотя казалось бы было бы уместно. Сунтрек такой вот, как будто возвращает меня в начало нулевых, когда в гоночные игры просто лицензировали какие-то треки, там совершенно неизвестные, но такие бодренькие, что-то вот в этом роде, и тоже как-то это неплохо. Отличная работа, на этот раз время попробовать использовать занос влево и вправо, давайте. Ага, удерживайте интер, чтобы, когда наклоняете, чтобы войти в занос, так, это будет интересно. Ох, слушайте, ну это классно выглядит, а мне нужно сейчас все их пройти или не все? Выполни занос 20 метров, ну все, я сделал, но это интересно, это сложно даже реализовано. Я бы сейчас побольше в этом практиковался, потому что я не знал об этой функции вообще. Давайте попробуем сделать банихоп. Банихоп это отличный способ связать большие комбо вместе. Окей, понятно. Так, удерживайте и затем отпустите для выполнения банихопа. А, окей, это прыжки, супер прыжки, скажем так. Я могу их и на скорости делать, понятно. Немножко промазал, бывает. Респаун. Очень легко устроен, никаких сложностей. Я думаю, здесь сейчас попробуем сделать банихоп. И вращение вот так вот устроено. Нужно было полный круг сделать, попробуем сейчас сделать. Бэкфлик, я насколько понимаю, это сальто так называемое, да? Сейчас тоже его попробуем реализовать. Я зажал заранее. Ага, а как нужно это сделать? Банихоп сделал, а бэкфлип? Насколько я понимаю, бэкфлип нужно все-таки... Это поворот влево-вправо, да? Полный. Сейчас сделаем. Ну-ка, засчиталось? Нет. Окей, это что-то значит другое. Так, кстати, есть вид от первого же лица. Говорят, он здесь очень хорош, а с него даже интереснее ездить, потому что анимация от третьего лица не очень хороша. Ну-ка. Так, банихоп сделали. Попробуем все-таки бэкфлип. Поворот сделали, но бэкфлип не засчитался. Бэкфлип все-таки это другой, да? Окей. Давайте заново. Банихоп. Готово. И бэкфлип. Ох! Ну, слушайте, так сложнее, конечно, чем от третьего лица. Но попробуем. Так, и бэкфлип, ну же. Слишком сильно. Нужно немножко приноровиться, да? Попробуем еще раз. Хорошо, немножко неровно. Есть, бэкфлип готов, наконец-то. Заезжаем. Продвинутые прыжки. Так, все начинает становиться сложнее постепенно. Время применить все, что ты узнал на практике. Заработай очки, чтобы завершить обучение. Сделай и ноу-хендер. Это, видимо, как раз-таки мой соперник, да? Впервые здесь появляется. Отлично. Давайте все-таки, наверное, третьего лица сделаем. Да? Или как лучше будет. Вот так вот, все-таки стандартный вид. Ну, поехали. Хорошо. Неплохо. Ах, к сожалению, упал. Давайте заново. Вот это было классно. Это называется ноу-хендер. Окей, только мы сфинишировать не смогли. Придется еще раз попробовать. Здесь нужна достаточно высокая скорость. Черт. Да. Не хватает разгона. Держим разгон до последнего. Может быть, ну вот здесь вот сейчас получится. Не, будет низковато. О, засчитал. Все, отлично. Финишируем тогда. Хорошо. Отличная работа. Ты можешь вернуться в главное меню, чтобы начать новую сессию или задержаться здесь, в зоне практики. Ну, в принципе, здесь делать больше нечего. Так, и можем начать новую сессию. Давайте немножко практикуемся на вот этой территории, где до этого я прямо все время падал. Может быть, теперь у нас будет это меньше происходить. Так, вот мы научились хотя бы как минимум тормозить. Уже неплохо. И прыжок. Скорости пока не хватает. Окей, вот здесь вот. Неплохо, но будет падение. Я так и знал. Хорошо. Где-нибудь нужно получше, побольше скорость набрать. Вот здесь вот сейчас, например. Так, по крайней мере, не упали. Вот, я вижу, куда нужно прыгать. Вот здесь вот сейчас будет неплохая скорость. А, это просто скат. Ну, это неинтересно. Тогда давайте в другую сторону поехали. Я вижу, куда можно разогнаться. И здесь будет бэкфлип. Для начала давайте что-нибудь простое здесь попробуем организовать. Ну-ка. Это сплошные упс и ауч у нас сейчас здесь будут. Вот это было неплохо. Здесь смогли бы хотя бы пройти препятствия. А-а-а, почти. Но бэкфлип пока не вижу здесь, где возможности вообще есть сделать. Может здесь? Нет, маленькая скорость. Здесь она вообще, он не сильно разгоняется хоть где-либо. Попробуем сейчас сюда доехать наверх. И оттуда на спуске как раз таки что-нибудь сотворить. Вот, поехали. Смотрите, какая скорость. Ее должно быть достаточно. Хорошо. Здесь неровный склон. Вот здесь вот будет лучше. Нео. Это, конечно, не байки, а велосипеды. Здесь все это сложнее организовать. Высокую скорость сохранять и так далее. Нужен именно разгон где-то сверху подъезжать, а оттуда уже устраивать прыжки. Так, вот, например, отсюда, да? Хорошее место для начала. Для съезда. Погнали. А вот на вот этих я бы хотел научиться трюки какими делать. Базовые хотя бы. Вот это классно. Слушайте, ну, фронтфлип с прыжком от стены. Хоть что-то у нас получилось. А вот так вот. Слушайте, ну, что-то начало получаться. Славно. Еще один. Черт. Велосипед улетел стартарарарый. Ну, слушайте, думаю, хватит. Несколько прыжков у нас хотя бы получилось базовых. Естественно, тут нужно практиковаться. Устраивать заезды и все такое. И тогда, наверное, наловчиться можно неплохо. В общем, это Десендерс. Игра для поклонников, собственно, этого жанра. Может быть, и появятся новые фанаты, собственно, этого велоспорта, да? Даунхиллов и так далее. Потому что, собственно, выглядит она неплохо. Я попытался освоиться. Получилось так себе. Но именно, наверное, как первый взгляд от человека, который не особо всей этой темой интересуется, это можно считать успешным, да? А в следующий раз сыграем какую-нибудь другую новинку. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что. Всем пока. Продолжение следует...